Я ехала с Бульвара Нагина на улицу Советскую и на перекрестке Софьи-Перовской трудолюбия. Не доезжая перекрестка, мы остановились, все машины. Я ехала, я еще только притормаживала. По той стороне пешеходный переход за перекрестком. Там переходили пешеходы. Пешеходы прошли, я поехала. Здесь сбоку женщина стояла, она дождала мне свой номер телефона, что она свидетелем пойдет. И девочка из-за ее машины прямо в мою влетела, просто пулей. Я не успела даже сообразить. Я остановилась, встала, потом ко мне подошла. Я еще сразу в шоке, я хотела переехать, забрать ее и свезти домой за родителями в травму. Ну, потом подошел мужчина, говорит, вы с места не съезжайте, включите аварийку, пусть на месте стоит. Я машину поставила, перешла дорогу, снова ей сказал, давай съездим домой к родителям, поедем. Я тебя отвезу. Она сказала, нет. Там стоял женщина, мужчина стоял. Короче, мы все разговаривали. Девочка нас всех... Ну, в общем, она побежала в школу. Она оставила нас и ушла. Все разошлись, свидетели этих мужчин и женщин ушли. Подошла ко мне девочка, которая ехала правой стороной, первая от тротуара. Она сказала, запишите мой номер телефона, он у меня есть ее. Ее зовут Ксения. Она сказала, она летела пулей, прям не задерживаясь, сразу на дорогу. Все. И позвонила я в 112 службу, сказал, как мне соединиться с ГАИ. Женщина сказала, что случилось? Я сказала, я сбила девочку на дороге. А где девочка? Я говорю, девочка бежала в школу, но я-то ее сбила. Она мне сказала, я вас сейчас соединю с ГАИ. Она долго, что-то тишина, я, алло, 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 никто не отвечает. Потом, слышь, она опять говорит, я говорю, алло, алло, это ГАИ. Она говорит, вы где фотографируете адрес, это опять сослужит спасение. Фотографируете номер дома, где вы находите, расположение машины. Повреждений нет, я говорю, нет. И машину, что она без повреждений. И в течение трех суток можете обратиться в ГАИ. Вот, что мне было сказано, я поехала. У меня бабушка, я ее отвозила на дачу. И всего. Я потом, а потом мне позвонили, оказывается, мои внучки. Почему им 112 не могли соединиться с ГАИ, это уже я не знаю. Потому что у меня даже в телефоне стоит, что я обратилась в 7-59, я уже позвонила. В 7-50 случилось наезд. В течение 9 минут девочка уже убежала. И я звонила в 7-59 в декстренную службу, вот это спасение, 112. А потом я уехала. А потом мне уже позвонили, мои внучки нашли. Хотя я в спасение номер телефона свой дала, я все сказала, я ничего не пропустила. Не, мне жена звонила. Жена позвонила. И позвонили со школы уже, да? Плачет, говорит, что случилось. Я сказал, что Сабрина, ты теперь как-то много уехал. Слава Богу, все нормально и так далее. Я говорю, что случилось там же время. Говорит, что пешеход мимо прошел, спешил и так далее. И, короче, ну, мужчина изменил. Я говорю, что тут хотя бы нормально, говорит, отлично, все нормально. Ну, штук сарапиней и так далее. И потом я сразу знакомый звонил, дала ему, сказал, короче, он, наверное, живет на Бибели 39. Я сказал, братан, вручай мне, я очень далеко от города, как-то. И получается, то есть, скур вызвали прямо в школу? Да, да, да. То есть, а какие травмы девочки? Что вы сказали медики про травмы девочки? Ну, у него тасан, много сарап. Ну, ушибы, то есть? Да. Ничего серьезного нет. Вот вы с дочкой проводите занятия, как правильно приходить через дорогу? Да. Объясняйте, то, что данный принцип от зебры нужно. Вот зебра, этот раз сосед как пошел, и за ними пошли. Я никогда, я так не показывал ребенку. Всегда вот первого городского больница, там 24 магазин. Я поэтому светофору научили, ну, чтобы никогда из этого лишним шагом нельзя, как бы. Вот светофор зеленый, твой уход. Если нет, тогда будешь ждать метр-полтора, от дороги, отойди. Всякое бывает. А вот, не знаю, в школе у вас с дочкой, ну, как с классом, проводят занятия по правилам дорожного движения? Ну, дочь сказала, да, проводит. Проводит, да? Да, да, проводит. А вот вы с ней уже говорили, вот почему она так побежала все-таки? Ну, говорит, папа, я спешил, этот раз я так за ним, Абубак, и, ну, так, трогать, да, я сам видел, вообще видел, я сам все, как бы, такого уж неотверженно, этот, даже не подождал и ничего. И сразу, этот, никому, этот, нельзя, как бы, так нельзя.